добрый день дорогие друзья так приступаем ко второй части а именно подготовлению базы для моделирования не пугайтесь что так долго много частей и это все очень быстро когда все это знаешь и один раз хотя бы сделал чтобы сделать базу нам именно модель мотора найти легко сама участие детали коптера бывает нелегко найти но это все решимо все выполнимо то есть мы просто берем и фотографируем нашу часть желательно под прямым углом на ванта 90 градусов и загоняем ее photoshop можно и не загонять но лучше загнать подготовить его чтобы лучше видно было для начала мы ее обрежем обрежем приблизительно чтобы нам лишней части не мешали потом вы видите для чего это делается обрезаем кадрируем я надеюсь что photoshop и как кадрировать и обрезать не надо объяснять потому что это уже все знают но и кто не знает инструмент кадрирования вот здесь кадрируем увеличиваем переводим изображение в черный белый вид черно-белая вот она ok заходим фильтры усиление резкости умная резкость чтобы было четче видно окей потом чтобы серость убрать можно много инструментов кривые хотя бы убираем белый цвет ну в принципе вот так пойдет и другой важный момент надо это изображение подогнать примерно под размер нашей детали заходим в размер изображения выставляем разрешение примерно 400 пикселов на дюйм не на миллиметр потому что очень большое получится изображение выставляем миллиметр и так как я что ангель циркулем замерил у нас вот этот диаметр 32 миллиметра загоняем 32 окей теперь сохраняем наш файл разрешение на максимум окей ну и все с этим махинации photoshop и закончены переходим в рина еще заодно покажу как к при открытии рина выбираем новые большие миллиметры выбираем вот этот потому что все что размером скажем до полметра лучше делать здесь это градация сетки в чем нам будут показаны цифры скажем так сантиметрах или миллиметрах дальше чтобы экспортировать нашу эту фотографию сюда по почему по подложку сделать убираем тот вид в кота в котором нам надо то есть если мы сделали сбоку фотографию скажем коптера или мотора или еще чего то мы выбираем спереди справа сбоку а если плоская модель и мы будем модели сверху то сверху дальше идем в инструменты видов слоев вот в эту правую сторону и тут тут есть имя файла нет фоновое изображение мы клацаем сюда ищем наше изображение и опа она вот тут появилась то есть его можно также отключать и включать теперь для чего нам это нужно было сам круг вот это 32 миллиметра проблем нарисовать нет ну вот точно нарисовать этот изгиб без всяких заморочек а лучше конечно сделать экспортировать и нас модели рисовать то есть мы выбираем круг вот этот и как я как я показывал в прошлый раз мы примерно подводим отключаем привязку потому что нам сейчас привязка не нужно примерно на центр нажимаем вбиваем 32 как всегда вот здесь в командной строке 32 миллиметра и у нас этот круг готов если круг больше или меньше он логически будет больше потому что фоновое изображение на фиксированное мы просто роликом колеса подгоняем правой кнопкой мыши мы сдвигаем правого кнопка мыши нас включает вот эту руку видите то есть мы подгоняем вот сюда колесик колесиком сейчас уже не получится нам точно подогнать поэтому у нас есть вот здесь такой инструмент увлечительное стекло лупа и мы левой кнопкой мыши вот потихонечку плавненько плавненько раз и подогнали так как у нас виде они сфотографировал именно под 90 градусов немного под уклоном ну так как я я сильно не мучился не парился над этим вопросом потому что защита будет сделана из флекса материал очень гнется как резина так что главное вот эти 32 миллиметра выдержать а если у нас защита будет заходить вот сюда здесь она примет основу именно самой самого плеча коптера ну и все вот на этом мы так и оставляем дальше что мы делаем мы переходим вот сюда полилинии вот здесь снизу есть уголки то есть каждый имеет каждый инструмент имеет подменю мы нажимаем на него правой кнопкой мыши и выбираем полилинию здесь полилиния есть одиночная это серия то есть много их ну нам сейчас вот это нужно полилиния и начинаем и стараемся начать зайти немножко вовнутрь круга и начинаем рисовать а смотрите что порта у вас был выключен потому что если поначалу иногда путаешься орта когда включен мы можем рисовать только прямо или то есть мы можем ортогонально нарисовать куда куда хочешь мы двигать не можем выше и потихоньку начинаем прорисовывать полилинии рисуется очень легко очень просто выклад склад 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 и вот где-то здесь остановимся на данном этапе нам больше фон не нужен нам нужен был только для обрисовки дальше что мы делаем нам нужно ну да я объясню так по походу сразу и дальше вы поймете ли что я делаю мы выбираем центр точки нам надо разделить этот круг на две части ставим здесь инструмент центр подводим к центру и клацаем вот у нас начало линии нашло включаем орта чтобы он рисовал то ровно или прямо или по горизонту или по вертикали дальше мы перетаскиваем он его на середину круга можно немножко растянуть вот так дальше что нам надо сделать нам надо обрезать вот эту часть для чего это обрезать я сейчас вот это все состыкую потом отзеркалю правую сторону и левую сторону чтобы они были идеально одинаковые нажимаем вот тут у нас пишут тут есть подсказки кстати в этой командной строке то есть мы нажимаем обрезать и не знаем что дальше делать вот здесь инструмент обрезать и тут написано выберите секущие объекты мы нажимаем объекты которыми будем обрезать и нажмите enter можно enter можно правую кнопку мыши нажали выберите объект для обрезки и для продолжения нажмите вот так вот мы обрезали теперь нам надо обрезать этот полукруг куда часть круга есть еще один хитрый момент правая кнопка мыши также делает последнюю операцию которую мы делали то есть если нажал на правую кнопку мыши она мне выводит последнюю операцию которую делал у нее очень много у него всего три функции вот последняя операция и рука три операции по выберите секущие объекты секущие объекты могут быть не ограничены не только один мы выбираем вот эту линию и вот эту линию то есть нам надо обрезать вот этот нажимаем вот и обрезаем вот эту часть теперь видим у нас вот тут вот такой артефакт получился и нам надо вот этот кусочек обрезать круг желательно оставить нам надо обрезать вот этот кусочек опять же нажимаем обрезать нажимаем это нажимаем вот клац у нас все обрезано теперь что нам надо нам надо срастить это в одну линию вот здесь есть такой инструмент соединить мы нажимаем сюда сюда и вот и все это одна линия у нас получилось если кто хочет подправить чтобы она была полукроя более ровнее можете замучиться париться это мне для тпу для материала flex это не нужно на данном моменте вот это можно удалить она нам мешает теперь дальше вот переходим к магии рина здесь есть такой инструмент преобразование здесь есть также зеркальное отображение она по умолчанию сразу стоит копировать то есть мы не только отобразим эту линию мы ее и скопируем отключаем центр выбираем конечную то есть помню что у нас привязки для чего это чтобы именно в конец и мы просто вот еще опять же напомню потому что не устану напоминать орто это очень удобный инструмент если мы отключим можем копировать зеркально как нам хочется если мы включим орто мы будем копировать зеркально только под 90 каждые 90 градусов и все далее нам соответственно на соединить стороны и нажимаем вот правой кнопкой дальше что нам надо вот здесь соединить то все то чтобы у нас был законченный вид потому что линия чтобы из линии выдавить тело она должна быть закрытая открытой линии не выдавливаются смотрим чтобы у нас здесь была конечная включена выбираем линию подводим она прицепилась конечной подводим другой прицепилась конечной правой кнопкой мыши вот теперь соединяем это и это все дальше я знаю что у меня в центре центре плеча у меня для отверстия диаметр 10 миллиметров я нажимаю сюда выбираем центр так как это у нас был круг мы помним он найдет центр центр и 10 миллиметров можно самому чтобы точно подгонять можно увеличить колесиком и подогнать вот так а можно в командной строке вбить просто 10 и все чтобы выбирать много объектов можно с правой стороны выбрать вот так здесь в стандартной есть моим минимум набор от операции с телами инструментов операции создания тела нам нужно вот это выдавить объект выдавить за плоскую замкнутую кривую но она также есть и вот здесь и вот мы выдавливаем для этого переходим вот в это окно сбоку я знаю что у меня карбона 4 и 3 вот поэтому китайцы пишут 4 делают толще ну неважно в командную строку вводим 4 и 3 нажимаем вот у нас получился вот такой замечательный вот такой замечательный плечо дальше что нам нужно для продолжения работы нам нужно модель мотора модель мотора очень легко найти многие об этом сайте не знают этот сайт куда инженеры техники скидывают свои работы но именно в разрешении не как она сайте по печати в разрешении stl здесь именно именно 3d модель с которой можно работать вот этот сайт я снизу приложу ссылку нажимаем здесь у меня мотор и макс макс вот он сразу нашел у нас моторы дальше что мы сделаем регистрируемся обязательно на этом сайте потому что без регистрации этот сайт не даст вам скачивать но не пожалеете потому что здесь очень много моделей на этом сайте можете посмотреть сами примеру остановимся немножко на этом сайте чтобы больше к этому не возвращаться не знаю если нам надо наберем fpv наша тема fpv и вот на этом сайте именно находят рамы коптеров антенны модели камеры рункам моторы и все это в разрешении 3d то есть с этими моделями можно работать это не сайт этот как я его не могу никак все выговорить твинг и откуда качают модели для печати они все в разрешении stl их скачать нельзя их мы с их можно скачать но с ними работать до ужаса неудобно они все закрыты а если линии сеть состоит из множество линий то там просто гемор целый и легче перерисовать но вот в этот сайт это очень удобный сайт это скажем так лайхаб для вас но эту модель я уже скачивал это уже второй раз я записываю то есть мы вот эту модель степ можно импортировать в рина это модель именно этого мотора вот это рендер что автор приложил а вот эта модель степ именно сама модель мы берем перетягиваем сюда вкидываем и он нас спрашивает открыть файл вставить файл импорт файла нажимаем импорт файла ok здесь все оставляем по умолчанию этого достаточно и вот он начинает нас импортировать линии чем удобно моделировать самому а не брать готовой модели ну во первых я думаю что я защиту буду делать без крепления под нижнюю и снизу обычно делают прикручивают моторы именно резину под винты моторов но я хочу сделать что-то типа защелок и хомутом одной стяжкой вот она спрашивает некоторые объекты сборки были портил на как вложенный экземпляр блоков рина отлично и продолжаю я хочу сделать типа какого-то фаски чтобы у меня эта защита крепилась здесь а сзади только стяжками то есть если порвет или что-нибудь в поле чтобы не использовать отвертку или еще что-то стяжку срезал ну посмотрим дальше может и на винты посмотрим так вот она импортирована модель извините что отвлекся я понимаю что у всех каждого время много но я бы мог быстрее но компьютер быстрее не может так теперь нам надо выровнять модель по центру вот тут начинается для начала нам надо модели развернуть вот вот мы видим что у нас плечо лежит по плашмя мотор сбоку заходим стандартные инструменты нажимаем поворот привязку можно отключить можно выключить это на ваше дело примерно в центре нажимаем не забываем чтобы у нас аурта был включен и переворачиваем мотор подтягиваем примерно там где нам нужно теперь так же и нам можно она развернуть на 90 вниз поворот опс и вот так примерно прикидываем теперь нам надо его расположить ровно по центру отверстия вот для этого я вчера и говорил нам нужна настройки вида мы переворачиваем смотрим снизу лучше сделать это все режиме тонирования вот чтобы нам ровно по центру попасть и мы включаем центр и нам надо передвинуть мотор по центру этого круга вот здесь есть замечательный инструмент переместить то есть мы выбираем модель которую хотим переместить нажимаем правую кнопку вот и ведь она привязалась центру оси и тащим 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 об виде я подвел кругу которые именно в плече к отверстию и нажимаем и у нас теперь мотор именно по центру но он сместился наверх плеча но это неважно мы сейчас это все исправим нажимаем просто выбрать не забываем чтобы у нас орто был включен чтоб у нас мотор вправо влево не поехал и подтягиваем наверх можно увеличить и вот так он у нас замечательно стоит сверху вот теперь у нас как на нас начинаются накапливаться детали как я вчера упоминал лучше создать слои вот например назовем этот слой мотор нажимаем на сам мотор на правую кнопку мыши и изменить слой объекта и убираем мотор вот это назовем плечо или арм и вводим его сюда изменить слой объекта видите они да он даже другого цвета чтоб цвет менять запчасти вот здесь есть у нас именно сами детали цвет выбирать и мы можем красным сделать фиолетом зеленым любым цветом вот она стала ну по умолчанию мне нравился цвет такой ладно сделаем в основном таким это не так важно дальше что нам нужно сделать дальше дальше я бы посоветовал сделать конечно отверстие под мотор какие у нас отверстия вот у нас мотор крепится на самих отверстиях так как я еще не знаю как и буду продвигаться крепить под эти отверстия или позже ну лучше сделать на начальной стадии тут очень все просто делаем каркас переходим вид сверху переключаем чтобы снизу мы смотрели и вот у нас это крепление появляется под мотор да и вот эти моторы вот этим отверстиям можно доверять практически 100 на 100 можно проконтролировать я знаю что это на 16 миллиметров отверстия вот такое чтобы нам сделать я знаю что эти отверстия 16 миллиметров мы делаем мы рисуем для начала вот центр и рисуем круг 16 миллиметров пока мотор скажем чтобы было видно вбиваем в командную строку 16 миллиметров то есть у меня отверстия расположены по диаметру 16 миллиметров на моторе вот они примерно так и попались так дальше отверстия мотора два с половиной миллиметра убираем привязку по центру делаем ближайшую и примерно ставим в центре примерно почему потом можем подтянуть как нам надо два и пять оп ну практически попал отключаем орта он спрашивает что выбирать я клацнул и он спрашивает что выбирать правая кнопка мыши можно подтвердить или так кривая или правая подтвердить выбрать и вот мы оставим вот это вот так дальше мотор отключаем еще раз повторяюсь это моделирование идет под пластикой flex он эластичен так что какая-то десятка если мы ошибемся тут сильно запариваться не надо если бы это было например для металла и черт для чего там уже надо сидеть как кропотливо всего водить в сотки а тут одна одна десятка нам погоды сильно не сделает теперь нам надо эти 4 4 отверстия расположить по по этому кругу вот здесь есть инструмент массив полярный массив и вот у нас спрашивает вы выберете объекта для массива мы выбираем нажимаем на правую кнопку мыши делаем ввод или ввод центр полярного массива для этого нам надо выбрать центр вот здесь в привязках подводим к этому кругу ближайший отключить потому что нам мешать будет и вот у нас центр выбрал и она спрашивает сколько элементов мы хотим скопировать у нас 4 отверстия делаем 4 угол заполнения опорной точки если нам нужно по все 360 это неважно мы вводим два раза ввод и все если нам нужен какой-то угол то есть не 360 градусов а скажем отсюда до отсюда 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 и до отсюда надо расположить 4 элемента мы выбиваем 270 градусов здесь угол заполнения а если нам по всему кругу мы просто вот выбиваем и все и вот мы теперь подходим в булевой операции вот этот круг можно нас отключить то есть удалить вот эти круги выбираем держим на клавиатуре стрелку вверх и мыши выбираем все четыре кружка дальше у нас есть есть группировать объекты можно не группировать но лучше сгруппировать это удобно для чего это делается если я буду выбирать один круг у меня будет то есть это будет группа у меня будут выбираться все четыре если я буду двигать один у меня будут двигаться все четыре это очень удобно отключаю мотор вот видите у нас все отверстия попали ну и дальше мы переходим к булевой операции чтоб наглядно было я покажу вот так это ведь у нас все эти отверстия стоят сверху рычага вот булевая операция переходим в операцию с телами и вот здесь есть создать отверстие можно создать одиночное отверстие но я если честно говоря даже не пользуюсь иногда редко но не пользуюсь нам надо создать отверстие и он нам говорит выберите плоские замкнутые кривые мы выбираем их я выбрал одну но так как у нас группа они выбрались все четыре нажимаем вот и говорят выберите поверхность или полиповерхность вот тут я вам сейчас покажу я выбираю и тяну все это вниз булевая операция это просто скажем мы делаем отверстие любой фигуры любой любой линии фигур мы нарисуем и он у нас сделал такое отверстие мы можем делать до конца можем делать просто посередине до середины довести то есть вот для наглядности покажу видео он пробурил только до середины ну вам нужно до конца выберите плоский замкнутые кривые нажимаете на enter и мы все это делаем до конца вот у нас отлично получилось а дальше что у нас ну я думаю для второго урока этого с головой хватит чтобы вам освоить получитесь экспортировать и импортировать что да как теперь вчера я забыл упомянуть что опера вот эти все стандартные инструменты у меня расположены в таком виде в котором я которым я чаще пользуюсь то есть стандартные это линии и все остальное с чем копирует ну стандартные инструменты windows скажем и те инструменты которыми мы пользуемся потом операция с телами ну здесь настройка вида рт плоскости режим изображения кстати режим черчения куда протал видятся и мы просто можем перетащить видите я перетаскиваю настройка вида и вот тут его оставим потому что я работал снова с этими тремя вкладками ну думаю для второго раза нам этого достаточно что мы тут подведем итоги мы научились экспортировать моторы знаем мы теперь откуда их брать научились по фотографии делать модель именно достаточно точно особенно этот изгиб потому что этот изгиб его попробую высчитать высчитать можно но это надо линии рисовать и расстояние булевые операции мы булевые операции поиграйте с ними сами то есть если мы нарисуем круг вот так ну давайте я покажу чтобы не скучно было то скажешь только об одном моторе говорит ну так и скажем мы хотим круг сделать по диагонали по что булевая операция не работает только отключаем орту вот здесь наклоняем на скажем нужно под углом 15 или там 20 градусов сделать отверстие по всей длине этой руки мы просто нажимаем операцию сделать отверстие линия у нас уже выбрана надо выбрать этот и он ведь у нас под углом режет через все плечо то есть у нас буду такое отверстие через все плечо ну в следующем уроке на уже на приступим непосредственно к моделированию самой защиты там будут у нас операции соединения рисования как линии копировать с отступом будет очень интересно познавательно ну удачи всем пока